Музыка Исторически симпозиум изначально в первый год назывался российско-американский технологический симпозиум и он не больше ответил, а не в аббревиации. Идея была следующая, чтобы показать предпринимателям и корпорациям Долины «Интересное начинание бизнеса из России». В течение нескольких лет это мероприятие превратилось, это не конференция, это не форум, это бизнес-площадка, на которую приезжают люди, у которых уже есть компании, у которых есть более того понимание, чего они хотят. То есть если кому-то нужно просто учиться тому, как писать бизнес-план, ну, наверное, им за такое мероприятие будет скучно. А если у вас есть компания, в которой нужно найти либо потенциальных партнеров, либо рынки взгляда, либо вообще понять, а что же делается в мире, потому что я знаю, что мероприятия проходят еще много разных, поэтому мы стараемся сделать так, как организаторы мероприятия не журналисты, не организаторы конференции, а все люди из бизнеса, юристы, инвесторы, я работаю в фонде. То есть мы это делаем в основном под телебизнес, который интересен сегодня. Поэтому изначально сложилась как? Та тема, которая на слуху в мировом сообществе, ее мы пытаемся предвыгадать на следующий год. Это значит, что планирование мероприятия начинается, естественно, как только закончилось предыдущее. Поэтому в прошлом году, в марте, мы собрались с коллегами и со своими партнерами, а РВК – это наш партнер, я расскажу о других партнерах чуть-чуть похоже, мы сказали, что может быть интересной темой через год. Я думаю, что все говорят, что Силиконовая долина никому не дает покоя, потому что возникает желание, есть и в Бразилии, есть и в Нью-Йорке, есть и в Индии, а президент российский приехал, как раз объяснил комьюнити американскому, что Сколково – это вся страна, но бы интересные во всех отношениях к всему миру. Вот возникло желание сделать симпозиум на тему кремниевой долины мира, понимая, что никто, естественно, ее не может воспроизвести, и я лично считаю, что ей не нужно, потому что кремниевая долина зародилась так, как она зародилась, но это не значит, что другие инновационные центры хуже, это просто другие. Формат мероприятия таков, что там нет лекций, нет презентаций, а есть живая беседа у людей, которые, в принципе, не понимают то, что они делают. Опять же, для чего? Чтобы было интересно им друг с другом разговаривать на сцене, и интересно было людям, приехавшим послушать. Потому что одно дело представлять просто одну долину инновационных центров страны, а другое дело, когда они, коллеги друг с другом разговаривают на тему, как у вас и что у вас работает и что не работает. Интерес к России в мире последние два года очень повысился, в хорошем смысле этого слова. Появились российские компания технологические, которые сейчас уже вписались в мировую глобальную технологическую ТФУ. Если посмотреть на уровни от параллели Белоусова до инвестиций, которые Тарвакан, например, сделала некоторые стратегические компании и фонд. То есть появились квалифицированные российские инвесторы, появились российские технологические предприниматели, а потом, естественно, когда ДСТ начала к себе привлекать внимание о своем способе инвестирования, но после этого все сказали, вот русские вернулись на технологическую площадку. Мне бы хотелось сказать несколько слов именно о российской венчурной компании и, в частности, о Игоре Генделяне. Игорь был одним из наших соратников симпозиума с первого дня, что-то на Майкрософт работало. Даже в те трудные времена, когда вообще люди никуда не ездили, с организацией им было сложно, вот он, честно, приезжал и поддерживал уровень российских предпринимателей и корпоративных бизнесменов для того, чтобы коллегам в долине было понятно, что в России тоже есть профессионал, с которыми нужно работать. Почему люди поддерживают мероприятия? На самом деле вы это сами скажете, но это со своей стороны. Потому что это партнерство. И российская вечерная компания за несколько, не такое большое время, на самом деле, сумела вписаться в сообщество мировых инвесторов. И это уникально, на самом деле. То есть, когда они приезжают в долину и говорят, что приехал российский инвестиционный фонд, в принципе, с ними встречаются все ведущие фонды, и приходят портфельные компании и с российскими элементами, и просто американские компании. Потому что ведут себя очень профессионально именно с точки зрения того, как он должен работать в инвесторе.